друзья всем привет немножко оторвемся от трудовых будней немножко про бухгалтерию и бумажки значит чуть больше года назад я уже рассказывал про это я зарегистрировался как и.п. и совместил это дело с нпд то есть самозанятым и вот хочу вам рассказать как идут дела немножко подводных камнях немножко о банках так начнем с с налоговой все у меня хорошо плачу налоги с физлиц 4 процента с юрлиц 6 процентов когда был льготный налоговый период было 35 соответственно во время коронавируса был зачислен дополнительно мрот на погашение налогов это раз если бы я еще раньше в предыдущий там девятнадцатый год так бы работал то мне бы вернулись еще и налоги за предыдущий год так что в этом плане все хорошо все стабильно но совсем недавно столкнулся с тем что у меня заблокировали и.п. и сейчас расскажу в чем дело то есть когда я открыл и.п. то есть я зарегистрировался на основной системе налогообложения и после этого сразу зарегистрировался как самозанятый таким образом получилось и.п. на нпд но вот этот небольшой лак два дня с момента регистрации до момента регистрации в самозанятые наверное надо было сразу это сделать как только получил уведомление что зарегистрирован тут же я пошел в налоговую как-то по старой привычке да получил бумажку и только после этого зарегистрировался как самозанятый чтобы все было четко из-за этого у меня получилось что два дня я был на основной системе налогообложения и узнал об этом я спустя почти что год когда решил открыть счет в другом банке про банки чуть позже оказалось что у меня заблокированный п я не могу пользоваться расчетным счетом в процессе переписки с банком с налоговым вернее я написал одно гневное письмо мне ответили потом второе потом мне прислали ответ все это правда под по две-три недели оказалось что я два дня был на основной системе налогообложения и по этой причине я должен был сдать декларацию по ндс за первый квартал двадцатого года что я не сделал из этого было заблокировано понятно что мнику никакого ндс не было движения средств не было просто нулевая декларация после этого я записался онлайн в налоговую когда-то давно я работал с документами лет десять и даже больше назад я вспомнил все нашел бланк декларации по ндс заполнил его пришел в налоговую мне сказали что бумажные декларации давно уже не принимаются нужно либо в электронном виде но для этого требуется цифровая подпись которую нужно во первых оформить и оплатить это раз либо второй вариант сказали можно сдать единую упрощенную декларацию что собственно я сделал со второго захода еще раз записался онлайн опять пришел сдал единую нулевку и счет у меня в течение суток разблокировали так что все закончилось хорошо но в процессе было растянуто почти на полтора месяца я не сильно не торопился правда под конец не при прижало надо было чтобы оплатили на расчетный счет так что вот имейте ввиду если вы так регистрируетесь то вот проверять этот момент что возможно так что вы на основной системе вопрос нужно сдать на нулевую декларацию а сейчас мне как и раньше в общем то грозит штраф 1000 рублей но это будет правда сказали после камеральной проверки через три месяца так теперь что касается банков в прошлом году я надо было быстро открыть счет открыл в сбербанке но понятно сбербанке только там первые три льготных месяца как бы все шоколадно по окончании трех месяцев начинаются самые самые невыгодные условия которые только можно придумать там по всем параметрам поэтому от сбербанка мы отказались это раз потом с товарищами так сказать посоветовался мне очень рекомендовали тиньков но я не знаю почему как так тинькова у меня не лежит душа я зарегистрировался в банк . . ru это как бы подразделение филиал банка открытия плюс в том что все это делается онлайн то есть никуда ехать не надо все удаленно все по видеосвязи и в общей сложности ушло где-то там час-полтора на то чтобы передать все документы зарегистрироваться и открыть счет и работать все так что такие дела если хотите легализоваться это хороший вариант и п на нпд в общем то удобно друзья на этом все идем заливать стяжку надеюсь видео было для вас полезно